Андрей Колесников, Знание ЖАТО. Расскажу о книге Sonin.ru, Уроки экономики, автор Константин Сонин. Книга известного экономиста Константина Сонина, Sonin.ru, Уроки экономики, это увлекательное путешествие по всем областям экономической науки. Книга напрочь рушит сложившиеся у большинства стереотип, согласно которому экономика имеет мало общего с реальной жизнью людей. Экономисты могут помочь нам понять, почему при пенальти воротарь кидается в тот угол, а не в другой. Как война между Англией и Францией привела к появлению портвейна? Так ли уж мудро Соломоново решение? Зачем строить газопровод, если газ для него все равно нет? Экономисты далеко не всегда витающие в облаках зануды, а напротив веселые люди, чей профессиональный интерес касается всего, что происходит вокруг них. Так, основные идеи обзора книги. Главное в экономике это не товар и не деньги, а информация. Рынок реагирует на информацию при помощи цен. В экономике газовой отрасли шантаж инструмент, который позволяет сохранить достигнутую ранее договоренность. В нынешней России тенденция к дерегулированию бизнеса выразилась в ряде послаблений для малого бизнеса. Компаниям на новых динамично развивающих рынках нужна не господдержка, а новые удобные правила игры. Мало издать хорошие законы, нужно еще развитые экономические институты, которые помогали бы их исполнять. Если институт банкротства функционирует плохо, то кредиты слишком дороги и получить их сложно. При соблюдении определенных условий диктатура может способствовать экономическому росту. Плюсы протекционизма в теории оборачиваются минусами на практике. И также из обзора вы узнаете, как реагирует рынок на льготы топ-менеджеров и смерть диктаторов. Зачем тянуть газопроводы, которые не будут использоваться? И каким образом диктатура может способствовать экономическому росту? А также, почему в России не верят в закон о банкротстве? Константин Сонин сумел найти такую золотую середину. Написать книгу не только глубокую и умную, но и увлекательную. К несомненным ее достоинствам относятся хороший язык, лаконичность, изложение, актуальность затрагиваемых тем и равнодушное отношение, а также юмор. Каждая глава книги – это разбор какого-то отдельного экономического вопроса или проблем. Не всегда автор делает окончательный вывод. И читатель нередко представляется это сделать самим. Зато те выводы, которые все-таки делаются, заставляет удивленно воскликнуть. Однако. Причем автора нельзя заподозрить в намерении эпатировать публику. Он просто рассуждает. Этому рекомендую обзор всем, кому интересно, как работает современная экономика. Самое важное в экономике – это информация. Ради того, чтобы информации было больше, и существуют рынки, на которых продаются и покупаются товары и услуги. Рынки чутко реагируют на многие явления, которые люди обычно не придают особого значения. Умея правильно читывать их реакцию, можно прогнозировать многие события. Так, Дэвид Ермак из Нью-Йоркского университета исследовал взаимосвязь между финансовыми показателями, компаниями и привилегиями, которыми пользуются их топ-менеджменты. Выяснилось, что у компаний, чьи СЕО имеют возможность летать корпоративными самолетами, дела идут значительно хуже, чем в компании без подобных привилегий. А рынку это известно и без специальных исследований. На сообщениях в СМИ о транспортных льготах для СЕО той или иной компании, рынок обычно реагирует падением ее капитализации в среднем на 1%. Располагая информацией о покупках топ-менеджеров, акционеры могут прогнозировать дальнейшие успехи или неуспехи компании. Например, если СЕО приобретает роскошную виллу, расплачиваясь акциями компаниями или опционами, это тревожный звонок для акционеров. Не за горами тот момент, когда исследователи будут искать связь между показателями компаниями и личной жизнью ее руководителей. Им придется стать настолько же открытыми, как и политикам. История, рассказанная в фильме «Аватар», могла закончиться совершенно иначе, если бы ее герои имели представление об экономике конфликта. Тогда бы они вполне могли бы избежать военного столкновения и прийти к взаимовыгодному компромиссу. Не существуя экономики конфликтов, газовые войны велись бы в буквальном смысле. А так, одним из главных инструментов в них является не ракеты, а шантаж. В ситуации, когда на экономические решения влияет политическая обстановка, добиться относительной стабильности помогает не связывающаяся, а самоподдерживающаяся договоренность. Их никому не выгодно нарушать, но при этом они сопровождаются значительными издержками, которые основатель новой институциональной экономики Рональд Коус назвал «трансакционными». Простой пример. Когда стороны при заключении контракта друг другу не доверяют, они тратятся на дополнительную юридическую поддержку. В экономике поставки газа транзакционные издержки – это неиспользуемые газопроводы и избыточные мощности. На практике это выглядит так. У государства А есть деньги, чтобы строить газопровод на территории государства Б или в обход. Эти деньги – переговорная сила в отношении А с Б. Когда они вложены в газопровод, то территория государства Б, то переговорная сила переходит к Б. Теперь оно может шантажировать А, угрожая перекрыть газовый поток. Задача А – дать понять, что переговорная сила все-таки на ее стороне. Для этого она может начать строить другой газопровод через территорию государства В. Один из этих двух газопроводов может оказаться лишним. Лишь оба будут использоваться частично. Транзакционные издержки несут обе стороны. А – из-за дополнительных инвестиций в строительство новой ветки, а Б – из-за упущенных финансовых возможностей. Но, имея запасной газопровод, А может ограничить аппетиты Б и получить большую долю прибыли. Следующий интересный урок – это урок экономики общественного сектора. До 19-го столетия рынок регулировался судами, которые обязывали производителей выплачивать компенсацию за некачественные товары или услуги. Производители это заставляло следить за качеством. После появления бизнес-империи Рокфеллера и таких как Меллиона, Голда, против которых суды оказались бессильны, роль рыночного регулятора в США взяла на себя государство. И результаты оказались впечатляющими. Так, например, после введения в начале 20-го века требований к безопасности на железных дорогах, число пострадавших сократилось в 25 раз. Постепенно надежды, связанные с госрегулированием, сменились более взвешенным подходом. Выяснилось, что госрегулирование зачастую на руку уже состоявшимся игрокам рынка. Оно устанавливает высокие барьеры и таким образом отсеивает потенциальных конкурентов. Что ж чревато монополизмом. Кроме того, регулирование нередко выгодно в первую очередь самим регуляторам, что осложняет жизнь бизнесменов. Достаточно вспомнить отечественную пожарную инспекцию или санэпидемстанцию. В конце 20-го века каждый шаг на пути к дирегулированию сопровождается возгласами восторга. В нынешней России, несмотря на ненационализацию крупных промышленных предприятий, ренационализацию, эта тенденция к дирегулированию бизнеса порождается в ряде послаблений для малого бизнеса. Например, в упрощении процедуры регистрации. Другим способом государственного участия в различных процессах являются различные формы поддержки. Господдержка может быть как двигателем, так и тормозом экономического развития. Тормозом она стала в Японии, где с 1940-х рынком заправляла Министерство внешней торговли и промышленности. Сокращенно, МИТИ. Вместо поддержки оно чинило препятствия многим зарождающимся компаниям. Производителям электроники, в том числе и Сони. Эти компании достигли значительных результатов не благодаря МИТИ, а вопреки ему. Сделав в конце концов ставку на электронную промышленность, Министерство создало несколько мощных корпораций, которые казались слишком неповоротливыми, чтобы оперативно реагировать на появление новых рынков. Сейчас их благополучно занимают Майкрософт и Гугл. В Китае же правительство наоборот старалось, чтобы предприниматели были максимально открыты для иностранных инвестиций и технологий, и при этом закрывая глаза на нарушение авторских прав. Получается, что участникам новых динамично развивающихся рынков в большей степени нужны не госденьги, а такие условия работы, при которых компании испытывали бы как можно меньше затруднений и как можно меньше рисковали. Следующий урок – это урок политической экономики. Экономисты пытаются найти закономерности и в его взаимоотношениях экономики и политики. Как, например, диктатура влияет на экономическое развитие. Вовсе не факт, что однозначно плохо. Теория успешной диктатуры в качестве отправной точки использует понятие селектората. Диктатура – это группа людей, которые сами не находятся у власти, но определяют того, кто ею обладает. В демократиях это электорат, в диктатурах это партийная или армейская верхушка. Чем больше и устойчивый селекторат, тем успешнее диктатура в плане экономики. Еще один признак успешных диктатур – это высокие темпы экономического роста на протяжении длительного времени. Поэтому гитлеровская Германия с ее коротким периодом роста к этой категории не относится. В отличие от Южной Кореи или Румынии с 1948 по 1977 год. Следующий признак – существующие институты регулярной передачи власти. В этом многие диктатуры очень напоминают семейные кампании. Поиски преемника могут значительно затянуться. Во второй половине 20 века удачно передать власть удалось лишь лидеру Северной Кореи – Ким Ир Сену и сирийскому лидеру Хафезу Асаду. Зато на смерть засидевшегося диктатора, как и на смерть генерального директора, который либо был основателем, либо слишком долго руководил компанией, рынок реагирует крайне положительно. Во втором случае следует рост акции. А в первом – экономик. При жизни Мао Цзэдун экономика Китая ежегодно в среднем росла на 2%, а после его кончины – почти на 6%. Следующий урок – институциональная экономика. Бедность или богатство страны напрямую зависит от уровня развития экономических институтов. Таких как защита прав собственника, прав кредиторов, защита конкуренции. Развитые институты позволяют вовлечь уже имеющееся богатство в рыночный оборот, сделать его акционерным капиталом. В стране с неразвитыми институтами человек владеет землей по факту, а в стране с развитыми он может ее заложить и использовать полученный кредит для увеличения собственного благосостояния и, соответственно, ВВП – валового внутреннего продукта. То, что кредиты в нашей стране выдаются неохотно и не дешевеет, связано именно с неразвитой экономических институтов, в частности, институтов банкротства. В России банкротство считается способом передела собственности. Раз в закон о банкротстве не верят, то кредиторы не чувствуют себя безопасно. Отчасти это недоверие оправдано. Анализ показал, что большинство неэффективных банкротств, после которых не принималось никаких мер по реструктуризации обанкротившегося предприятия, прошло с вмешательством региональных властей. Подобное вмешательство стало возможным после изменений, внесенных в 2002 году в закон о банкротстве. С точки зрения защиты интересов кредиторов, этот шаг назад. С неразвитостью отечественных экономических институтов связано и то, что наши компании невысоко ценятся на фондовых рынках. Хотя в России существуют законы, которые не позволяют руководству компаний присваивать деньги акционеров, из-за отсталости институтов исполняется неплохо. Поэтому рынок уверен, что российские менеджеры могут действовать безнаказанно. Откуда же берутся развитые институты? Спрос на них формируют так называемые агенты. Ими могут являться, например, частные собственники, которые заинтересованы в появлении института защиты права собственности. В 1990-х ожидалось, что так и будет. Однако оказалось, что сформировать спрос на институты способны лишь состоятельные агенты. Те, кто имеет возможность лоббировать свои интересы. А в 90-е годы их больше интересовала контроль над финансовым потоком. Защиту прав собственности они доверяли охранным агентствам, а до проблем рядовых граждан, таких несостоятельных агентов, им не было дела. Ситуация изменилась, когда пришло понимание. Содержать армию охранников, да еще раздавать взятки чиновникам слишком затратно. Намного выгоднее, чтобы право собственности защищало государство с помощью института. Вдобавок у состоятельных граждан возникла необходимость выводить свои компании на мировые рынки. А для этого потребовалось раскрыть структуру их собственности. Следующий урок это урок макроэкономики. Главной причиной имущественного неравенства в стране подавляющее большинство россиян считает незаконную приватизацию. Но наличие или отсутствие приватизационного капитала вовсе не объясняет неравенство трудовых доходов. Именно трудовых, а не доходов на капитал. Которые в России достаточно высоки. Хотя в США аналогичная ситуация. Даже в успешном для экономики страны 2004 году большинство американцев считали, что их личное экономическое положение ухудшает. Действительно, если сравнить средний доход и медийный, то есть доход человека, находящегося ровно посредине между теми, кто получает больше него и теми, кто получает меньше него. То первый растет вместе с экономикой, а второй падает. Так, в США в начале 21 века медианная зарплата работника на неруководящей должности оказалась ниже, чем 30 лет назад. Этому есть два объяснения. Первое. Уменьшение роли профсоюзов и зависимость уровня зарплаты от образования. Образованным платят больше. А всем остальным приходится конкурировать с выходцами из Китая и Индии. Между этими объяснениями прослеживается взаимосвязь. Теперь, когда есть возможность перенести производство в более дешевые страны, с компанией легче торговаться с работниками, и профсоюзы здесь ничего подделать не могут. В общем, у россиян в неравенстве виноваты олигархи, а у американцев крупные корпорации. Тем не менее, и в той, и в другой стране большинство граждан, причем отнюдь не богатых, проколосовало против такого действительного способа борьбы с неравенством, как прогрессивный налог на наследство. Следующий урок – это урок международной торговли. Двум странам выгоднее вести торговлю между собой, чем не вести. Это верно даже при условии, что в одной стране товары дешевле и качественнее. Большинство в это не верит. Поэтому, видимо, время от времени национальное правительство и испытывает искушение заняться протекционизмом. Особенно оно сильно во время финансовых кризисов, вроде кризиса 2008 года. Польза вроде была очевидна. Из-за повышения таможенных кошлин импортный товар дорожает, и потребитель переключается на отечественного производителя. А внутренний спрос растет, а богатство перераспределяется внутри страны. Оно действительно перераспределяется, но одновременно и уменьшается. А потребители переплачивают. При отсутствии конкуренции местные производители звенчивают цену. И в итоге очевидный плюс меняется на неочевидные и многочисленные минусы. Возводить торговые барьеры имеет смысл лишь тогда, когда требуется развить какую-то зарождающуюся отрасль. Обнаружить современные торговые барьеры непросто. Они хорошо запрятаны среди различных антикризисных мер. Россия, например, ввела пошлины на поддержание иномарки. А Аргентина разрешила ввоз определенных видов товаров через ограниченное число терминалов. Такой протекционизм лондонский центр экономической политики назвал мутным. К торговым барьерам ведет и другой вид протекционизма. Государственная помощь отечественным производителям. На соседях это сказывается плохо. Поскольку у девальвации национальной валюты делают продукции соседних стран менее конкурентоспособны. Зато фискальное стимулирование, снижение налоговой нагрузки идет на пользу и своей стране, и соседним государствам. Оно не порождает торговых барьеров. Хотя у России, у протекционизма сильные сторонники. Под видео вы найдете ссылку на данную электронную книгу, также на текстовый конспект. Меня зовут Андрей Колесников. Подписывайтесь на канал, поддерживайте канал. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok